Итак, начнем мы с того, что совсем недавно в наших телеграм-каналах я проводил небольшие опросы, где спрашивал, как вы думаете, сколько реально зарабатывать на дизайне? Очень многие, большинство по этому опросу проголосовали за 500 тысяч. Что в переводе на тот курс, когда я проводил этот опрос, было что-то там порядка, не знаю, 7, наверное, 7 где-то тысяч долларов в месяц. Я хочу сказать, что на самом деле это очень маленькие цифры для дизайн-бизнеса по большому списку причин. И я в этом видео сейчас постараюсь проговорить различные причины и аргументирую. Во-первых, есть несколько способов, как зарабатывают на интерьерах, на дизайне. И этих способов на самом деле очень много, их больше десятка и они все абсолютно живые. И они все пользуются огромной популярностью. Вы должны совершенно точно с самого начала вообще понимать, в какой рынок и в какую нишу, так сказать, вы идете. Или если вы уже работаете, то в какой нише вы работаете. Вы работаете в недвижимости. А недвижимость это самый-самый большой рынок вообще на планете Земля. Это самый большой рынок. В нем больше всего денег. В квартирах, в домах, ремонтах. Это самый большой рынок вообще на планете Земля. В нем больше всего денег. И уж свои там 10 тысяч долларов заработать всегда можно. Способов огромное количество. Даже ориентируясь на дизайн. Во-первых, очень многие зарабатывают только на консультировании. Мы называем это консультированием, но на самом деле это по сути как консалтинг. Если люди хотят сделать, например, самостоятельно ремонт, не хотят там никого нанимать, но все равно хотят консультироваться с профессионалом. Это платные консультации. Это платное ведение проекта, например, помощь с ведением проекта на платной основе. Делается полностью удаленно, практически вообще никуда не надо ездить. Это способ, которым очень многие зарабатывают. Очень многие зарабатывают только этим способом, только на консультации. Проводят платные консультации, проводят платный консалтинг такой, то есть помогают вести проекты, сами их не делают. Второй способ это, естественно, делать проекты, то есть делать дизайн-проект. Ну, что туда входит? Это перепланировка, расстановка мебели, расстановка светильников, подбор мебели светильников, визуализация, 3D-визуализация, подготовка чертежей, технической документации, аргументация, почему именно так надо делать, почему расстояние между мебелью должно быть такое, где ее заказать, например, вот это вот все. Реализация самого проекта, то есть ремонт, не вписывается, ремонт это отдельная тема получается, уже следующий способ. Я еще раз повторюсь, это вот именно дизайн. И в дизайне еще есть подразделение, потому что есть отдельно студии 3D-визуализации, там стоимость визуализации 7-10 долларов за один квадратный метр, отдельно. За визуализацию, понимаете, это отдельно оплачиваемые услуги студии, отдельный бизнес по 3D-студии 3D-визуализации. Следующий это ремонт, естественно, то, что я уже озвучил. Очень часто, вообще на самом деле это прям хороший вариант, если вы запартнеритесь с кем-то, если вы как дизайнер, например, будете работать, или если вы прям полноценно настроены на бизнес дизайнерский, то вы сразу должны желательно ориентироваться на построение просто отдела, отдела по ремонту. Или, например, вы ремонтами уже занимаетесь, и, соответственно, вы строите отдел дизайна, да, отдел ремонта по сути у вас уже есть, вот так вот можно ориентироваться. Ну, в общем, ремонт это сюда полностью входит, это как бы отдельный бизнес, но он идет в скупе, потому что идеальный вариант, на самом деле, вы должны четко понимать, что человек приходит с деньгами, у него, например, квартира в бетоне, он приходит с деньгами и говорит, я хочу, чтобы вы мне все сделали, ну, по идее, вот, чтобы вы сделали мне дизайн проект, ремонт по этому дизайн проекту сами, да еще и все это дело укомплектовали. Поэтому следующий способ это укомплектовать, комплектация всего проекта, это подбор мебели по вашему проекту, да, если вы сами делаете, то вы сразу с самого начала можете прикидывать, какую мебель, какие светильники вы будете использовать, каких производителей, по-хорошему у вас уже 3D модели к этому всему тогда будут, это очень сильно упрощает и ускоряет создание проектов, вот, но при этом стоимость остается, понимаете, вот, поэтому это еще один способ получается, комплектация, как заработать на комплектации, ну, во-первых, это отдельно оплачиваемая услуга, опять же, с заказчика, или он платит за все под ключ, да, с дизайн проектом, с визуализацией, с ремонтом и с комплектацией, все под ключ, тогда ему это обходится сильно дешевле, и вам, конечно, тоже так выгодно, потому что вы полностью ведете проект, вот, если он заказывает не под ключ, тогда это отдельно оплачиваемая услуга, что-то он заказал там, что-то здесь, у вас, например, комплектацию заказывает, соответственно, вам отдельно за это платят, плюс здесь вы еще зарабатываете на, ну, например, вы зарабатываете, если вы идете в этот бизнес, или если вы уже в этом бизнесе, агентский процент, все, что покупают, отделочные материалы, сантехника, плитка, светильники, абсолютно все, что покупают через вас, вы за все это получаете агентский процент от производителей, это стандартная практика уже много-много лет, вот, раньше все время дизайнеров по этому поводу что-то гнали, вот, сейчас это наконец-то нормально назвали, и это уже проводится абсолютно официально, то есть вы заключаете там, подписываете бумажки с производителями, вот, ну, заключаются партнерские соглашения, вот, и получается, что это как бы с двух сторон платят. Это очень существенные деньги, это очень хорошие деньги для дизайнеров, многие дизайн-студии ориентируются именно на эти деньги. Еще один способ зарабатывать дальше, это мебель, продажа мебели отдельно, вот, то, что я сказал, комплектация, комплектация-то очень хорошо, вместе с мебелью может быть комплектация, но есть студии, которые ориентируются на производство мебели, потому что все равно заказчику, или если вы, например, дизайн-проект делаете, то вам где-то надо будет заказывать кухню, где-то надо будет заказывать шкафы какие-нибудь, особенно там купе какие-нибудь закрывающиеся, вот, и идеально, если вы сможете и этот вопрос закрывать самостоятельно, то есть, по сути, еще раз повторюсь, для заказчика, для многих, очень хорошо, когда вот он просто снимает с себя всю эту головную боль, вот, он приходит к вам, вы делаете ему дизайн-проект, вы отвечаете за ремонт, вы отвечаете за комплектацию, вы отвечаете за подбор мебели, производство мебели, чтобы все встало как надо, розетки там были, вот, знаете, вот, чтобы заказчик заплатил деньги и потом просто пришел в готовый проект, поэтому здесь, это я сейчас надиктовал, на самом деле, такие совершенно очевидные и самые распространенные, самые распространенные способы монетизации, то есть, вот, бизнес, заработка на дизайн-бизнесе. Способов, еще раз повторюсь, очень много, поэтому то, что мы с вами голосовали там в наших каналах, это, на самом деле, поверхностная информация, вот, это слишком небольшие деньги, но даже если делать просто дизайн-проект без ничего, без реализации, без ничего, и даже если делать его по самой минимальной стоимости, то на те же самые, там, 7 тысяч долларов достаточно сделать без ничего вообще, без, ну, то есть, брать только за дизайн-проект, всего два проекта, два проекта в месяц, всего лишь два проекта в месяц.